Снижение заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю было зафиксировано в двух возрастных группах от 7 до 14 и от 15 до 17 лет. По остальным возрастам идет рост показателей, в том числе в группе 65+. Поэтому на оперштабе было принято решение продлить дистанционное обучение старшеклассников еще на неделю. С такой инициативой выступил министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Снижение заболеваемости произошло именно в этих группах, которые на этот период находились на дистанционном режиме. Это именно те группы, которые уже приближаются к взрослому населению, заболеваемость среди которого существенно высока и мы видим. И опасения за профессорско-преподавательский состав. Кроме того, министр здравоохранения сообщил, что коечный фонд в регионе сохраняется на прежнем уровне. Подготовлен резерв в первую очередь из 300 коек. Но пока острой необходимости его вводить нет, поскольку остаются свободными 600 коек и мест. Поэтому сейчас на резервных местах продолжают оказывать другие виды медицинской помощи с учетом двухдневной готовности к развертыванию под ковид-19. Также на заседание штаба была вызвана заместитель главного врача по медицинской части больницы Середавина Елена Войщева. Ее попросили сообщить, сколько времени уходит на госпитализацию пациентов. По словам заместителя главврача, около 45 минут. Это время оформления документов и КТ-исследования. Однако глава региона усомнился в этой цифре. Если у вас 15 человек в очереди на КТ, на каждого нужно 45 минут. То у вас получается, я еще раз говорю, как ни считай, 7 часов человеку ждать. Объясните мне, что я неправильно считаю. У вас компьютерных томографов не 5 штук. Работает приемный покой один. На него нужно полчаса. На 15 человек 7,5 часов. Где я ошибаюсь? Это время ожидания одного пациента. То есть в среднем это время ожидания его. Остальные пациенты... Это время обследования и оформления пациента. А остальные ждут это время. И значит они все это время находятся в приемном покое. Я правильно понимаю, Елена Анатольевна? Мне нужна честная и правдивая информация. Как на самом деле обстоит дело. Для того, чтобы принимать управленческие решения. Мне не нужно выдуманных минут. Когда часами время ожидания исчисляется. Не нужно этого делать. Дмитрий Азаров поручил больнице использовать опыт тольяттинских коллег. Оперативно задействовать второй компьютерный томограф. В дополнение к тому, что в приемном отделении, когда требуется быстро госпитализировать пребывающих пациентов. Значительная часть больных ковид-инфекцией, ОРВИ, пневмонии, лечится амбулаторно. Более 15 тысяч. С 5 ноября по поручению губернатора началось их обеспечение бесплатными лекарственными препаратами. На их закупку направлено более 60 миллионов рублей из регионального бюджета. И 111 миллионов рублей федеральных денег. Виктория Шарая. События. Виктория Шарая.